Доброе утро, дорогие друзья! Это радио Славик Фэмили. И вот наконец-то вот пришел вторник, и мы с вами можем поговорить о фитнесе, о красоте. Это программа, которая называется «Красота и удовольствие. Дилемма или гармония». В студии уже находится Ольга Черевазенко, и мы сегодня будем говорить на тему... Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте. Сегодня мы с вами говорим на тему «Три самых больших заблуждения построения красивой фигуры». То есть будем говорить о том, как построить красивую фигуру. Действительно, каждому, наверное, нужна красивая фигура, я думаю. Итак, «Три самых больших заблуждения построения красивой фигуры». То есть, в принципе, получается, есть какие-то определенные заблуждения, судя по нашей теме, которые мешают нам иметь красивую фигуру. Да, я с этим согласна, что есть заблуждения, потому что вот даже простая мысль, работая несколько лет в клубе, смотря, что люди одни и те же приходят, они что-то делают, пыхтят, стараются и вроде бы как-то чем-то занимаются, а результата нет, форма весьма слабенькая. Это касается и мужчин, и женщин. То есть женщины выбирают почему-то иногда просто тренажеры на кардио, а мужчины выбирают определенные тренажеры, в общем, только качать пресс. И вот смотришь, смотришь, они все это делают, делают, делают из месяца в месяц, а результата нет. То есть вот хочется рассказать, что и общаясь с этими людьми, мы как тренеры, мы подходили и спрашивали, чем мы вам можем помочь, рассказывали, что какие-то есть тренировочные программы. И вот на основе этих наблюдений, на основе личного опыта, все-таки более-менее мы выяснили три основных заблуждения, что первое – это почему-то люди верят в какую-то волшебную, самую лучшую и самую эффективную тренировочную программу, что какая-то она есть. Ну, как бы, а ее нет? Ее нету. Ну вот, а сколько разных программ, и ты читаешь постоянно, и там написано, это самая лучшая, самая эффективная программа, вот это не такая, как вот эта, вот это намного лучше. На самом деле этого всего очень много в интернете. Как вообще разобраться, что из него эффективно, а что нет? Да, ну вот опять же, это рассчитано, эти программы, это реклама, да, опять же, рассчитано на людей, которые хотят каким-то вот хитрым, спортивными добавками напитались, взяли самые взрывающие мышцы тренировочную программу и быстро строящееся, так называют, чемпионское тело. Но вот, честно говоря, если вот подойти к этому делу так вот цинично, вот как подходит врач и спортивный тренер, и сказать, что даже если это обычная программа, состоящая всего из пяти упражнений, из пяти упражнений, вы всех их знаете, это отжимания, это приседания, выпады, это стояние в планке, и это самое идеальное, конечно, если есть возможность, это подтягивание. То есть эти пять упражнений вы уже достигнете результаты при условии, что вы их будете делать постоянно и при этом, конечно, не объедаться жирным, сладким. И вот есть немножечко, чуть больше белка и комплексные углеводы. Давайте вернемся к вот этим пяти упражнениям, просто каждое из них еще раз повторим, для того, чтобы люди как бы не смогли, может быть, кто-то сейчас записывает. И точно так же поговорим потом про белок. То есть что, опять же, вы советуете, если взять белок, это все, что хочешь, ну, я имею в виду, например, мясо, да, то есть это большое, оно много белка в этом. В принципе, для мужчин это хорошо есть много мяса. Но, может быть, есть еще какие-то другие продукты. Ну, давайте мы сейчас поговорим об упражнениях, потом перейдем уже конкретно к белоку. Да, значит, что я пропагандирую, что вы можете достичь результата, которые вы хотите, это стройная спортивная фигура. Для женщины это подтянутые мышцы. Ни в коем случае я хочу сказать, что вы, даже отжимаясь и подтягиваясь, и приседая, вы на Шварценеггера похожими быть никогда не сможете, потому что у нас, у женщин, не хватает гормонов мужских, которые отвечают как раз за этот взрывной рост мышц. Ну, опять же, да, насчет этого тоже ходят разные фотографии. Там девушка такая, она качаная, знаете, она симпатичная. Здесь такие вот у нее руки. Да. И если посмотреть ее дневник тренировок, сколько часов она тренируется, и какие препараты она принимает для создания такой формы, и какой у нее при этом голос, и какое изменение волосяного покрова, и так далее, какие-то изменения, то наверняка мы можем сказать, что 90% случаев вот такие вот женщины накачаны, они принимают специальные препараты, они знают, для чего они их принимают, достаточно грамотные спортсмены, и они работают на результат, идут на миссис Олимпия или на какие-то другие соревнования. И опять же, в такой форме они не постоянно. Эта форма обычно перед соревнованиями. Она обычно за несколько недель. Потому что поддерживать такую форму – это совершенное сумасшествие. это строгая диета, в основном, конечно, это чисто, либо белковая диета, минимум воды, то есть выгоняется вода из-под кожи, остается тоненький слой только кожи, и про него мышцы просвечивают. То есть это форма перед тренировкой. Таких людей вы, скорее всего, не встретите ни на улице, ни в вашем спортзале. Это единицы, которые этим занимаются. И они обычно вот нескольких человек на фотографии, вот где вы видите в интернете. Хорошо, давайте вернемся к этим упражнениям и еще раз повторим. Да, самое простое, что можно сделать, это отжимания. Если трудно сделать отжимания от пола, для начала начинаем от стола, от нашего, даже наш стол, за которым мы завтракаем, или даже вот начинаем вот с уровня каунтер на нашей кухне, руки расставив на 90 градусов, локти в стороны, и припадая грудью вниз, вдыхаем, выдыхаем, отжимая свое тело, при этом держа подвоночник прямой, напряженные ягодицы, и наш живот втянут. Вот это вот основная форма. Если кто-то сомневается, делает ли он правильно или нет, зайдите в спортзал, вот реально зайдите в любой спортзал и скажите, мне нужна консультация с тренером. Вам всегда предоставят бесплатную консультацию. Это в любом спортзале можно сделать. То есть посмотрите, проверьте свою форму. Дальше научились делать 30 отжиманий от высокой поверхности. Переходим на более низкую, потом переходим на скамейку, или вы можете сделать два стула, поставив рядышком к стенке, чтобы они не опрокинулись. Дальше идем еще ниже. Можно у нас диван или софа низкая. Ну и потом уже идем на пол. Вот если взять, например, конкретно пол, разные люди по-разному отжимаются. Одни просто ладонями, другие используют на кулаках, а третий используют такие специальные приспособления, которые можно купить. Вот что лучше из этих трех параметров? Да, значит, приспособления, начинаем с этим приспособлением, которое вы видели, люди держатся за них. Очень много сейчас случаев есть у людей. Болит запястье, так называемый, синдром, забыла как по-русски. Это при работе с компьютером, при работе с компьютерной мышью начинается развиваться такая неприятная болезнь. То есть люди не могут использовать, не могут опираться полностью на ладонь, потому что болит запястье. Даже приходят операции, или даже людям врач накладывает какое-то поддерживающее средство. То есть реально это очень тяжело. Поэтому в этом случае все равно мы продолжаем заниматься, потому что нам нужно наше тело поддерживать в форме. В этом случае как раз можно держаться либо за гантели, которые не круглые, а формы у них спиленные, спиленная такая гексограмма форма. Или же можно специальные приспособления, которые вы видели в спортзале, или можно купить для дома. Опять же, выбирайте те, которые стабильные, которые стоят, не переворачиваются, иначе вы можете себя покалечить реально. Так, это, получается, первое, это отжимания. Да, отжимания. Дальше отжимаются на кулаках. Это уже, опять же, если в хорошей форме, и мы уменьшаем область касания с полом. То есть ладошки, вы знаете, из физики, чем больше площадь, тем сила на нее воздействия, то есть она получается меньше. Чем вы уменьшаете, и даже на пальцы вы будете отжиматься, то уже будет вам больше мышь задействована. То есть это вариант. Ширина отжимания меняются. Вариации, значит, узкие. Локти поставлены близко к телу. Мы больше задействуем мышцы. Трицепсы – это наши мышцы, которые отвечают за разгибание, сгибание нашей руки, и противоположным бицепсом. Вот эти мышцы качаются, да? Они красивые, когда накачанные, когда не накачанные. Вот это вот возникает, когда вот ручкой машешь на фотографии или на встрече. Вот они… Видно, что они не проработаны, не очень красивые. Ощущение, кстати, вот многие клиенты меня и спрашивают, а вот как мне накачать руки, имея в виду, конечно же, подтягивая мышцы. Чтобы не висело ничего. Чтобы не висело ничего, да. Так, это у нас узкие. Локти приставив близко к телу, широко расставив руки, мы прорабатываем грудную мышцу. Также, меняя угол, вы прорабатываете всю, в принципе, грудную мышцу. Хорошо, это первое. Следующее, получается, что… Дальше с приседанием. Делать можно дома. Подставьте стул и постарайтесь присесть так, что вы как будто бы садитесь на этот стул. Потом, значит, сделайте несколько приседаний, почувствуете, что у вас правильная форма. Это, конечно, чтобы коленочка не выходила вперед за носочек. И потом стул убирается, вы начинаете приседать сначала с собственным телом. Для начала, для всех начинающих, всегда начните упражнение с собственным телом. Потом добавляется вес. Самое, что есть дома, даже не выходя из дома, это вы взяли две бутылки с водой, потом два галлона, два баллончика с водой или с молоком. Все, что дома есть. Дальше мешок с рисом на плечи и так далее. Ребенка посадили на шею, тоже приседаем. Или ребенка взяли в руки, меняется, соответственно, немножечко распределение центра масс при приседании. То есть, все это можно делать дома. И вот эта программа, ну, еще раз, это у нас как это будет, должно быть постоянство. И сделайте так, чтобы у вас повторение. Количество повторений вы поднимали, допустим, начинаете с 15 и так далее, 20 раз в неделю, добавляете количество повторений. Ну, и количество подходов. Подходы, это вот вы сделали цикл упражнений, это будет считаться как один подход. Потом, еще раз повторяем эти упражнения, второй круг и третий круг, да, доводим до 3-4 подходов. То есть, наша даже тренировка будет занимать, для начала это будет 15 минут, а идеальное, конечно, будет 45 час. Такой вариант. То есть, приседание сначала идет с весом собственного тела, и потом уже добавляем какой-то вес, который есть в доме. Ну, а поклонникам ходить в спортзал, я рекомендую начать приседать. Опять же, попросите тренера, чтобы он посмотрел вашу форму, чтобы на коленке не было никакого давления. И приседать, так называемая, машина Смита, это вот когда штангу кладешь на плечи, и она уже сама ездит под определенным углом, облегчая, вот даже облегчая вот эти вот моменты инерции, моменты торможения. То есть, когда включается при поднятии свободных весов, она все-таки нам уменьшает вот эти вот резкие рывки, которые мы можем испытывать на позвоночник и на наши суставы. И начните с этой машины. Потом, что еще интересное, в спортзале. Начните, что положите мячик между спиной и стеной. Мячик поддерживает вашу спину. Тоже можно в этом положении начать приседать. То есть, множество техник есть, но самое главное, что нужно ваше желание, чтобы вы это делали постоянно. Начните сначала с трех раз в неделю, потом можно это делать каждый день. Сделайте это как свою новую привычку. То есть, отжиматься, приседать. Выпады. Это начните, если вы начинающий спортсмен, у вас может быть болеть колени, то начните сначала выпады назад. Это вы стоите прямо, делаете шаг назад и опускаете ваше тело вертикально вниз. При этом нога, которая впереди у нас будет 90 градусов между голенью и бедром и задняя нога. Она тоже самая идет продолжение тела и 90 градусов между голенью и бедром. То есть, вот эта форма выпады. Начинаете назад, потом на месте, просто выпад на месте, и потом выпад, когда вы уже идете вперед. То есть, делаете шаг вперед и опускаетесь вниз. Все эти упражнения очень хорошо прописаны в интернете. Можете посмотреть видео, можете посмотреть описание, кому как подходит, кто как учится. Я же рекомендую, найдите тренера, которому вы доверяете, попросите его научить вашим упражнениям, сделайте вот это инвестирование в ваше здоровье. То есть, научитесь делать эти пять упражнений хорошо, и всю оставшуюся жизнь, поверьте мне, вы будете заниматься до ваших 90 лет и дальше. Все равно вы будете активным, вот вы эту привычку наработаете, вы уже будете делать упражнения, вы никогда не покалечитесь, никогда у вас не будет травмы, никогда у вас не будет болеть спина, что вы неправильно подняли штангу, что вы неправильно подняли гирю. Никогда вы этого не будете, если вы сейчас научитесь с самого начала делать упражнения правильным. Дальше подтягивания, это упражнение шикарно работает, как и на бицепсы, это у нас, когда локти сведены вместе или на широчайшие мышцы спины, когда руки разведены, и подтягивание как раз у нас идет. Полностью вы выносите ваше тело над турником, чтобы была на уровне ключицы. Это вот идеальное подтягивание. Что советую для людей, которые пока не могут подтянуться, это используйте жгуты. Они реально убирают 30-40-50 паундов от вашего тела. От веса вашего тела, помогая вам, вот эта пружиня, помогая вам сделать правильные подтягивания. Тем самым уменьшая использование этих жгутов, вы больше и больше используете вес вашего тела, и ваши подтягивания становятся просто отличными. Еще пятое упражнение – это планка. Кто занимался йогой когда-то, кто занимался любым видом физкультуры, это упражнение, которое в принципе, все говорят, что кроме него ничего и не надо, но это статическое упражнение, ну а мы говорим, что есть еще и динамические и так далее, вот все остальные, и с использованием большинства суставов, это тоже упражнение. То есть вы стоите на локтях, начиная стойка на локтях, прямой позвоночник, лицом вниз, и стойка на носочках, то есть параллельно полу вы стоите. При этом же втягиваете живот, напрягаете ягодицы, ваша спина прямая, голова идет вдоль позвоночника, расслабляете шею. В этом положении начинайте стоять сначала 15 секунд и так далее, увеличивая. Это удивительное упражнение, оно используется практически во всех мировых известных системах тренировок, это и в китайской, и в японской, и в йоге, и в нашей, в России мы использовали ее множество раз, естественно, куда вы не придете на любой тренировке, это упражнение используется. Вы можете его делать в любом месте, дома, если у кого-то есть такая возможность, перерыв на работе, я знаю, вот несколько ребят ездят в дальние рейсы, вышли на свежем воздухе, присели, отжались, планочка, выпады, и поехали дальше. То есть вы уже немножечко разогнали кровь от сидения. То есть будьте постоянны, знайте все о вашем теле. Да, очень интересно, что пять упражнений, в принципе, их можно постоянно делать и не переживать за какие-то новомодные какие-то там все эти вещи. Хорошо, хочу напомнить, что это программа, которая называется «Красота, удовольствие, дилемма или гармония», и вы можете звонить нам в студию. Номер телефона 971-319-1130, то есть мы будем рады ответить на ваши вопросы. Ну и если у вас есть они, то, естественно, проконсультировать вас по тем моментам, которые есть, возможно, в вашей жизни. Мы сейчас сделаем небольшую паузу, и буквально через пару минут мы вернемся для того, чтобы продолжить тему, которая, я думаю, что действительно очень важна для многих, потому что всем хочется хорошо выглядеть и иметь хорошую подтянутую фигуру. Доброе утро, дорогие друзья. Это программа «Красота и удовольствие, дилемма или гармония». Это радио «Славя Фэмили». И не в гостях, можно сказать, уже как почти дома. Вот это Ольга Череватенко, это фитнес-тренер, человек, который нас сегодня просвещает, что нам нужно сделать для того, чтобы наша фигура, она была вот красивой. И действительно это очень важно, потому что мы все хотим не просто хорошо выглядеть, ну и также быть здоровыми. Оказывается, это все очень связано. И мы говорили о пяти упражнениях, которые нужно делать для того, чтобы, скажем, это первый этап, первое такое, скажем так, заблуждение, то, что люди, они ищут какую-то волшебную формулу, скажем так. Давайте повторим эти пять вещей для того, чтобы мы как бы еще раз, те, кто только что присоединился к нам, чтобы они услышали. Да, на самом деле решение очень простое. Это не тешьте себя иллюзиями, высокотехнологичные схемы тренировок не помогут, если нет самого главного настойчивости и постоянства. Ну и как пример, пять упражнений, которые вы можете делать каждый день дома, даже не тратя время в трафике, чтобы поехать в спортзал, но заниматься с постоянством – это отжимания, это приседания, это выпады, стояние в планке, это статическое упражнение и это подтягивания. То есть подтягивания, даже если не слышу возражения, будут, что где это можно делать. Детская площадка. Вы пошли с детьми в парк, там есть детская площадка, всегда есть возможность на лесенке, по которой детки лазают, подойти и подтянуться несколько раз. То есть задумайтесь, как вы можете в фитнес вписать свой ежедневный график. Ну, я знаю, точно так же можно, в принципе, сделать там домашние турники, в принципе, некоторые вот делают. Я помню даже, ну, скажем, там, не здесь, а там, даже брали, пытались как-то подтягиваться с помощью этих, я уже даже забыл, как они называются. Металлические трубы, да? Ну, металлические трубы и, скажем, вот это вот вокруг двери, вот эта обивка. Да-да-да, косяк, да, так. Да, вот плентуса или плентуса, короче, об этом все. Вот, и я думаю, что здесь, в принципе, это точно так же можно сделать. Взять там трубу, взять какие-то эти двери, сделать, особенно если в свой дом, это очень-очень неплохо. Да, и в любом парке, на детской площадке, на таком уровне находится вот эта вот лесенка, по которой детки ползают. Эта лесенка подойдет для любого даже роста, для любого атлетически сложенного человека, который хочет быть, или кто хочет быть атлетически сложенным человеком. Используйте, допустим, эти вот эластичные резинки, которые продаются в любом спортивном магазине, которые ваш вес убирают на несколько десятков паундов. В общем, понятно, пять упражнений. Вот, и следующее. Тогда получается, насколько часто нужно вот эти упражнения делать? Да, начинайте с трех раз в неделю. Три раза в неделю у вас будет тренировка силовая. Используем эти упражнения для силовой тренировки. Начинаем с подходами сейчас сначала от десяти. Значит, десять отжиманий. Если вам тяжело от пола, попробуйте от скамейки, попробуйте от софы, от стульев, от стола кухонного, или уже от уровня каунтер. Это вот очень… Иногда у многих он прямо идет на уровне нашей грудной клетки, то есть от этого уровня. Ну, а вот вы говорите, если тяжело. В принципе, многие считают, что нужно, если тренируешься, нужно так, чтобы все там аж скрипело, аж болело, и вот до такого состояния себя довести. Вот это правильно или нет? Это только когда вы уже тренированный человек, хотя бы в течение года, тогда можно себе давать такие нагрузки. Если вы не тренированный человек, вы за месяц хотите достичь каких-то результатов, опять же, мы говорим про время, то это просто путь к травме. Опять же, возвращаясь к началу нашей передачи, что самая лучшая эффективная методика программы – это… ее не существует, есть просто постоянство и настойчивость. И даже вот вы купили, даже если по интернету поддались на… или на рекламу вы купили какую-то программу, и пищевые добавки. Если вы два месяца тренируетесь, а потом вот куда-то на месяц пропадаете, все результаты уходят на нет. То есть постарайтесь полюбить физические упражнения. Вот это, кстати, одна из наших целей нашей группы «Красота или удовольствие? Дилемма или здоровье» в Фейсбуке. Мы потихонечку всем рассказываем, вот как полюбить себя, как полюбить правильное питание, как полюбить упражнения, потому что это же часть нашей жизни. Вот само движение – это часть нашей жизни. И наших участников программы мы все время подталкиваем, что вот потихонечку займитесь. Начинаем сначала, мы начали нашу первую пилотную программу 8 недель. 8 недель упражнений по авторской программе. Расписали, что кому, чем, как заниматься. Следующие групповые занятия уже, да, с поддержкой группы. И так же самое с питанием. Начинаем сначала с какой-то добавления одного фруктового сока или фруктового салата, или овощного салата в день. Добавляем к нашей жизни понемножечку. И то же самое и с упражнениями. Постарайтесь вот это вот, постарайтесь полюбить. Постарайтесь полюбить эти приседания, постарайтесь полюбить эти отжимания. И вот как вы описали, вот делать это с усилием. Наш мозг защищает нас от любой боли. Мы идем против своей природы, если мы что-то делаем с большим усилием. Начните с малого. Начните с прогулок с любимым человеком, или с собакой, или с маленьким ребенком. Первая прогулка, несколько километров в день. Потом добавьте, добавляйте понемножечку упражнений. И сделайте это как привычкой. Тогда это сработает. Хорошо, это было первое заблуждение, которое существует, что люди думают, что есть какая-то волшебная формула. Хорошо, давайте приступим ко второму, и понемножку перейдем к третьему. Да, это у нас непонимание принципа цикличности всего сущего. Ну, не может сутки напролет следить солнце. День обязательно сменится ночью. Также не может человек постоянно радоваться. Если человек постоянно радуется, ну, это все, это просто у нас в состоянии идиот. И одни процессы сменяют другие. Синтезируется белок, потом распадается белок. Возбуждение мозга происходит от какой-то хорошей новости. Также приходит торможение мозга. И какие-то периоды у нас бывают сверхвысокой энергетики. Говорят, что вот ох, все пошло. Это обязательно сменится периодами слабости и низкой работоспособности. Вы должны понимать, что все идет в цикл. Идет наверх, идет спад. То же самое с тренировками. Если вот мы идем, прем как танк, это мы обрекаем себя на разочарование. Потому что такое постоянное настроение, как вот переть как танк, оно никогда не получится такого. И обязательно будет травма. И обязательно разочарование это будет в лучшем случае. Что как так? Вот я вчера ходил в спортзал, у меня был такой подъем. Сегодня я пришел, но ничего делать не хочется. Дайте вашему организму отдохнуть. Дайте вашему организму восстановиться. Восстановление это сон, это правильное питание, хорошее. Потому что иногда, когда нам хочется съесть пиццу, ну просто поймите, что вот вы скоростная машина, а вот пицца это вот ваше топливо. Вот вы залили самое низкое качество бензин. И вот как вы будете ехать? Вот чихая, кашляя, останавливаясь. Только так. Если вы же едите орехи, хорошее мясо, фрукты, овощи в вашем рационе, и вот эти вот так называемые комплексные углеводы, это каши, это цельнозеренный хлеб. Если вы даже без хлеба не можете обойтись, выбирайте здоровый вариант хлеба. Вот это вам дает такую энергию. То есть подпитайте ваш организм хорошими продуктами. Хорошо, если взять, например, здоровый вариант хлеба, вот какой хлеб, вот некоторые считают, что нужно есть только там хлеб, который содержит в себе цельнозерновые какие-то вещи. Кто-то говорит о том, что вообще белый хлеб нельзя есть, только черный хлеб. То есть вот в этом моменте, вот как вот в этом разобраться? Да, давайте посмотрим даже из чего, из какой муки сделан хлеб. Даже неважно, он черный или белый. Зерно, которое попадает на обработку, оно содержит эндосперм, которые там все минеральные вещества, и также вот клетчатку, это также глютеин, это клейковину. При обработке, вот мука высокой обработки, она белая для всех, для печенья, для пирожных, в ней не содержится вообще никаких минералов и углеводов. Потом она вот пишется на этикетке, что там добавлена фолиевая кислота, там добавлены другие минералы. То есть сначала она отбеливается, у нее отбираются все составляющие, все элементы, которые нашей жизни нужны, нашему организму для роста, для восстановления нужны. И это все сначала при обработке убирается, а потом искусственно добавляется. И добавляется то, что считается нужным правительством, скажем так. Потому что нормы этой муки уже, они определены. Или вот Департаментное здравоохранение США, допустим, у них тоже свои нормы. И эта мука, она пустая. То есть вот вы съедаете этот хлеб, но вы не чувствуете сытости. Что делаете дальше? Вы еще раз второй кусок съедаете, сытости нет, а калории идут. То есть вы, грубо говоря, съели три куска хлеба, а сытости такой вот не получилось. И живот в результате раздут, идет брожение, потому что в хлебе, соответственно, есть и дрожжи, и так далее. То есть процесс ферментации в желудке. То есть вы чувствуете такое ощущение, что надуты газами. И вот это ощущение, может быть, еще даже и усталости, потому что вашему организму требуется энергия, чтобы это все переработать и вывести. В то же время, как вы хлеб грубого помола, вот это вот семь зерен или восемь злаков, допустим, такие хлебы. Или удивительные, кстати, очень интересные рецепты. Вот немецкий хлеб, который продается в наших русскоговорящих магазинах. Там используется цельное зерно, и он более богат клетчаткой. И мы наедаемся одним кусочком хлеба, а не тремя. То есть, в принципе, нужно смотреть за тем, чтобы все-таки были какие-то цельнозерновые какие-то компоненты в самом хлебе. Окей, и у нас было, точно так же мы говорили по поводу белка. Вот, в принципе, что нужно употреблять белок. Вот что самое лучшее, если взять белок? Да. Варианты есть, что для вегетарианцев и для обычных людей, которые выбирают употребление мяса. Это курица, это рыба. Рыба у нас в наших магазинах продается, как и выращенная на ферме. Я не рекомендую, потому что есть вариант поехать, допустим, в фуд-риверы, там с индейцами встретиться с людьми, которые могут ловить рыбу без ограничений. Или вот даже под мостом, который идет на... В Вашингтон там ребятки стоят, рыбы торгуют. Рыба, которая дикая. Вы можете, кстати, если не знаете, как ее отличать, это вот смотрите на лосося. Если у него срезан плавник, который от хвоста первый сверху срезан, это выращенные на ферме. А если он присутствует, этот плавничок, то это рыба дикая. То есть вы можете даже сами, когда пойдете на рыбалочку, наверняка уже рыбаки знают, как отличать ферм, которые выращены на ферме. Рыбы, выращенные на ферме, туда добавляются красители, вот для того, чтобы был очень очаровательный цвет весеннего лосося. Да, такой красно-оранжевый. И также на ферме уже рыб начинают скармить кукурузой. То есть это удивительно, что многие продукты, которые мы смотрим, они бывают генномодифицированы, но 90% кукурузы в США генномодифицированы. То есть еще и рыбу, если ей кормят, то рыба получается вообще кошмар. То есть она получается жирной, но это не те жирные кислоты, которые нам нужно получать. Это не тот составляющий элемент омега-3. То есть это просто у нее жир на основе ожирения, вот как этот плохой жир. То есть эта рыба жирная, но не полезная. Лучше всего взять дикого лосося. И у нас, живя в нашем штате, в штате Вашингтона и в штате Орегон, мы имеем потрясающую возможность покупать свежепойманную рыбу у населения, которое здесь живет. Это наши Native Americans. Они могут ловить рыбу в сроки даже, которые простые рыбаки не могут ловить и продают. Скоро начнется сезон икры. Я всех призываю, ребятки, научитесь делать сами икру. У индейцев она 5 долларов за паунд идет. Мы научились уже хозяюшке солить ее, делать 5-минутку икру. Даже ее можно замораживать, потом зимой открыть баночку, разморозить. Она такая же великолепная, великолепный вкус. Вот она, вот он Ваши белки. Вот они Ваши здоровые, здоровые, натуральные, полезные белки. Да, очень интересно. Особенно, когда о еде говорят. Особенно, когда о красной икре с утра. Особенно о красной икре с утра. Хорошо, у нас получается третье, последнее, скажем, заблуждение, которое существует. Это вера в быстрые результаты. Мы все знаем, у кого-то уже есть быстрые результаты. Скажите, кто из Ваших знакомых получил быструю результату, фигуру атлетическую за короткий срок? Ну, не знаю, у меня нет знакомых. У меня таких тоже знакомых нет, и клиентов таких, к сожалению, нет. А вот слышали Вы когда-нибудь, что можно английский язык выучить за месяц? Ну, вот есть, да. Рекламы, по крайней мере, такие существуют. Реклама есть, да. И, опять же, вера наша, незыблемая вера в наш быстрый результат. То же самое мы никогда не слышали о всемирном пианисте, художнике, скрипаче, писателе, гимнастке или спортсмена по плаванию, который за два месяца стал таким. То есть это требуются годы, и годы, и вот гении, которые достигли вершины своего мастерства, они оттачивают эти навыки. И у нас есть вот звонок, да? Сейчас его примем. Да, да, слушаем Вас. Говорите. Да, Вы в эфире, говорите, пожалуйста. Говорите. Да, что-то у нас, как бы человек позвонил, но что-то его как бы не слышно. Хорошо, давайте. Да, перезвоните, мы хотим услышать Ваш вопрос или Ваш комментарий, и, конечно, Вам ответят. Да, да, да. Да, говорите. Хорошо, давайте тогда мы продолжим нашу тему, и тогда попробуем еще раз. Все области человеческой деятельности подчиняются одному закону. Чем ты больше вложил, тем больше получишь. То есть то же самое вот даже на основе нашего варианта скоростного изучения английского языка. Мы, может быть, его изучали перед приездом в США, и, приехав сюда, мы поняли, что, оказывается, мы ничего еще и не знаем. То же самое и с фигурой. Почему мы вдруг решили, что мы можем вылепить фигуру своей мечты на раз, два, три? Это ведь, это же искусство и колоссальный труд, и приобретение новых привычек. Вот решение простое в этом случае. Вот полюби процесс, сам процесс построения фигуры, само ощущение твоего тела, как ты, когда ты занимаешься, вот прямо на 100% полюби свое тело и процесс, как его поменять. И однажды, вот посмотрев в зеркало, ты увидишь там действительно... Сейчас мы попробуем еще раз принять звоночек. Давайте. Да. Доброе утро, вы меня слышите сейчас? Да, конечно, слышим, да. А я вам звонил сейчас. Я хотел маленько поправить, если можно. Вы говорили о фармрейс фиш, что половники обрезанные, это значит фармрейс. Нет, это не так. Эта рыба называется хатчери фиш. Это она, когда рыба заходит в речку, и там с нее берут икру, и она выращена, мальки подрастают до, наверное, сантиметров 10, их обратно выпускают, снизу срезают плавничок этот, и она уходит в океан, и три года живет, потом возвращается обратно в эту речку, в это место, опять метать икру. А фармрейс ее выращивают, ну, на комбикорме, можно сказать, в таких бассейнах. Там ничего хорошего нет, там один вред только. Да, спасибо, что вы подтвердили это, да, что мы об этом говорили. Рыба, выращенная на ферме, она выращивается на комбикормах, туда входит и кукуруза, туда входят и какие-то остатки животного. Красители, красители дают там все. Да, 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 и спасибо, да, вот мальки, выращенные на ферме, как нам сказали, да, у них убирается вот этот вот плавничок, и потом она выпускается. Ну, то есть она искусственно, она искусственно сгенерирована, эта рыба. Согласен, да, я с вами... Нет, 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 вы не правы, маленько, она на ферме, она выращивается до маленького размера, уходит в океан, она ничего не сделана с ней. То есть ее не выращивают, да? То есть ее на ферме не выращивают? Буквально 10 сантиметров, 10 сантиметров, это очень маленькие, представляете, сколько это... Да, 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 они маленькие, и потом их выпускает мальков, чтобы они... Да, я был на этих фермах, я много рыбачил раньше. Они не ферма называются, она хачери называется. Хачери, это как бы, ну, знаете, когда выводит птицов инкубатор, вот это инкубатор она получает. Да, спасибо, что вы это уточнили, да, спасибо, что вы это уточнили. Вот, а сами вы икру солите, может быть, поделитесь с нами? Да, да, я солю сам экрустик, да. Да, поделитесь с рецептом. Когда икра в пленке, в мешочках, она обычно в двух мешочках, вы скопите воду, и такая горячая должна, чтобы рука не терпела, конечно, чтобы она не бурлила. И отпустите туда ее, и потихоньку пальцами перемешиваете, в большой чашке, да, ее перемешиваете. Она делится, вот эта вот пленочка, это же белок чистый, она свернется, белой станет. Потом ее в воду включаете, так же с крана, горячую, как терпит рука. И помешиваете, и вода эта сливается, 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 и пока вот она чистая, не встанет полностью водой, и без всяких шурупов, и всего этого. Потом вы разводите очень такой сильный, концентрированный соль, очень растворная соль, и туда икру. Если вы хотите быстро ее скушать, ненадолго, не на зиму хранить, да, там, или... То вы можете ее через минуту уже достать, и она будет малосолена, очень вкусно, а через минуту буквально даже меньше достать. Можно попробовать даже ее на вкус. И она будет очень хорошо, она месяца два у вас будет лежаться. Отлично. А если на зиму, то надо лежать, тогда 5-10 минут. Отлично. Икра будет очень хорошая. Да. Отлично, спасибо, то есть спасибо за рецепт, да, вот я узнавала рецепт у ребят с Дальнего Востока, немножечко по-другому делается. Я на Сахалине в армии служил. Отлично. Там очень много красной рыбы, мы готовили ее там. Спасибо большое за ваш звонок. Спасибо огромное за уточнение, за ваш звонок. Так, и еще раз, вот икра, вот икра, это один из вариантов, это один из вариантов белка, вот, да, даже немножко добавляя белка, и вот в икре как раз содержатся необходимые жирные кислоты, вот это вот омега-3, вот так называемый вот рыбий жир, вот его очень много в икре. Вот, и у нас еще есть один вопрос, вот человек прислал вопрос, скажите, пожалуйста, расскажите про семена чиа, насколько они полезны. Отлично. Это продукт, который сейчас очень популярный и в Америке, и очень популярный, честно, я с ребятами обещалась, из Москвы, в Москву их привезли, и все с удовольствием их едят. Это очень отличная щетка для нашего желудка, добавляя семена чиа, допустим, в наш рацион, утром ложечку в йогурт, размешали, получился как пудинг, такой немножко становится крепенький, потому что семена чи, они по своей структуре, когда они разбухают, они становятся как консистенция, как белок у яйца. Даже если вы собираетесь сбросить потребление жиров в своем организме, ну, для вашей цели, для вашей фитнес-цели, вы используете семена чиа в выпечке, они заменяют яйца, то есть, да, две ложки семян в вашем тесте или в вашем пудинге, или где-то они заменяют вам яйца. И сами по себе они отличный источник клетчатки, то есть они становятся вот как желе, даже если вы, допустим, их делаете в кокосовом молоке, вы делаете очень интересный десерт. Попробуйте вот даже сегодня. Семена чиа продается даже в магазине, в таких магазинах, как Винкофуд. Вот в нашем, в Хилсборо, он был по 3 доллара паунд. Я в свое время нашла и послала всем в нашу группу информацию, что это недорогое удовольствие. То есть есть в каких-то магазинах натуральной еды, они, может быть, стоят дороже. Посмотрите, даже в отделе рассыпных продуктов, вот в Винкофуде, они иногда бывают, с кокосовым молоком, замачивая его на несколько часов в холодильнике, вы получаете очень интересный десерт. То есть сама консистенция, как он, как пудинг или как взбитые сливки, или вот как манник, вот с чем-то вот можно сравнить. И очень отличный источник для клетчатки. Он действует как абсорбент, абсорбирует какие-то элементы, токсины, которые остаются в нашем желудке, в нашем кишечнике после переработки пищи. То есть эти маленькие остатки, которые загнивают, это вот идет как щетка, прочищая это все. Удивительный продукт. То есть рекомендую всем, даже ложечка чайная в день, начинайте с чайной ложечки, посмотрите, как вы себя чувствуете, и потом продолжайте использовать во многих блюдах. И надеюсь, ваша семья полюбит, моя семья полюбила такие десерты. Да, интересно, конечно, надо будет. Думаю, все уже заинтересовались этими семенами, попробовали. Я с таким удовольствием об этом рассказала, потому что на самом деле, чем больше мы знаем, тем больше мы пробуем что-то. Ну вот для наших желудков, с которыми мы вырастили, мы выходцы из, допустим, Восточной Европы и Урала или Сибири, для нас льняное семя таким же обладает эффектом. То есть оно то же самое, оно разбухает, и вот все это проходит, вычищает наш кишечник. То есть если вы считаете, что семена чай, они немножечко для нас инородные, попробуйте то же самое с льняным семенем, которое использовали наши бабушки даже. Итак, наша программа понемножку уже подходит к концу, поэтому вернемся к последнему. Это вера в быстрый результат. Действительно, люди зачастую верят, что все произойдет очень быстро. Ну вот если взять, можно ли как-то измерить все равно какие-то временные отрезки дать? Вот за сколько человек может привести себя, скажем так, в форму? Да, значит, сначала мы приводим свои суставы в форму. Это от 4 до 6 недель. Выполняю упражнения, которые на баланс, которые на координацию. Выполняю упражнения, стоя на одной ноге, допустим, то же самое. Вы сначала учитесь правильно стоять с прямым позвоночником. Выполняю упражнения те же самые с легкими весами. Стоя на одной ноге, те же самые гантели. Или жим наверх. Это стоя на одной ноге или, допустим, используя одну руку. То есть мы изменяем центр тяжести, и при этом нам нужно напрягать больше мышц. Дальше выполняю все упражнения сначала собственным телом. Это в течение 6 недель. То есть мы подготавливаем наши связки, наши суставчики, наши мышцы к нагрузке. Начните с малого. Это 6 недель. Средний для человека, у которого нет травм. Если у вас были травмы раньше, посмотрите ваши записи от вашего терапевта. Как вам нужно разработать еще раз эту область, где была травма. То есть займитесь сначала этим. Если болит спина, начинается у людей, которые сидят в офисе, в кресле. Все упражнения на осанку пройдите в течение 6 недель. И потом начинайте основной комплекс упражнений. Мы даем год нашим клиентам. И когда я работала тренером в LA Fitness, в Хилсборо, все клиенты, которые подписывались на программу, они подписывались минимум на год. Для чего это нужно? Для чего? Значит, первые 3 месяца, ну это реально стабилизация. Следующие 3 месяца мы... Следующие 6 месяцев, это уже работа для вашей фитнес-цели. Это либо снижение веса, либо набор мышечной массы. И оставшиеся 3 месяца поддержание. То есть мы учим людей, как поддерживать себя в этой форме, в этой пиковой форме, которую они достигли. Потому что если ты бросаешь тренировку с тренером, и результаты, скорее всего, уходят уже через месяц. То есть мы учим людей, как тренироваться. И я сейчас такой тоже поддерживаюсь. Мне что минимум нужно с тренером работать 6 месяцев, если вы новичок. Но если вы продвинутый специалист, вы знаете, как делать все упражнения, в хорошей форме, все равно обратитесь к тренеру. Говорю, это всегда можно делать бесплатно в любом этих спортзалах, куда вы ходите, по соседству. Скажите, мне нужна консультация с тренером. Обычно первая консуляция бесплатна. Уточните, как вы делаете приседания, как вы делаете отжимания, как вы делаете выпады, чтобы тренер посмотрел, дал вам свои советы. Спасибо большое. Сегодня была очень интересная тема. Я думаю, что многие поняли о том, что нужно делать, и о том, что это очень такой трудоемкий процесс для того, чтобы действительно привести себя в такую форму. И я хочу также сказать о том, что если у вас возьмут какие-либо вопросы к Ольге, вы можете позвонить ей по телефону 503-998-7706. Я еще раз повторю этот номер. Это 503-998-7706. То есть вы можете позвонить, и вы можете, скажем так, получить ответы на ваши вопросы. Спасибо нашим слушателям, что вы слушаете, что вы вслушиваетесь в том, что мы говорим. Даже если какие-то неточности вы нас поправляете. Спасибо огромное, что мы тоже такие же простые люди. Мы можем ошибаться, что-то можем не знать, но мы обязательно найдем того, кто знает. Мы найдем экспертов и приведем их к вам, чтобы вы их услышали. Да, это радио Слайк Фэмбели. Мы продолжаем наш эфир, и впереди еще много интересного. Спасибо. 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 Спасибо.